Что касается меня, я просто обожаю всякие ремонтно-строительные магазины. Вот такой вот банки вам хватит очень-очень надолго. А вот такую каретную стяжку я скоро буду делать на канале. Да, это мне не обойти, мне кажется, никогда. Привет, мои хорошие. Сегодня я хочу вас взять с собой на шоппинг-экскурсию. Я приехала в торговый центр, называется он ТК-конструктор. Приехала на разведку и решила взять вас с собой. У него очень интересная концепция. Если я правильно поняла, это своеобразный гибрид между торговым центром и строительным рынком. Он очень большой, тут большой выбор. Я сюда, собственно, приехала не просто так, а с умыслом. Мы ищем сейчас ламинат, чтобы поменять пол в той самой комнате, где я снимаю большинство своих диайвайек. И мы объехали Леруа Мерлен и обе ничего не нашли, чтобы устроило нас и по деньгам, и по внешнему виду. Я решила приехать сюда, посмотреть, потому что, насколько я поняла, выбор здесь гораздо больше, чем в любом гипермаркете. Ну, а заодно я решила, что раз я не слышала про этот торговый центр, возможно, я такая не одна. Хотя он открылся достаточно уже много времени назад. По-моему, он уже несколько лет как работает. Но я вот до буквально пару недель назад про него ничего не слышала, ничего не знала. Поэтому я надеюсь, что для кого-то также окажется полезным мой обзор. Ну, а те, кто живут не в Москве и приехать сюда не могут, я надеюсь, что просто с удовольствием погуляют со мной по торговому центру и поглазеют на всяческий ремонт на строительные штуковины. Начну я, пожалуй, с расположения. Расположен торговый центр достаточно удобно на МКАДе. По всей территории здесь такие небольшие парковочки, видите. Также сюда удобно добираться и безлошадным жителям столицы. Вроде меня я сюда приехала на маршрутке. У них ходит бесплатная маршрутка от метро Домодедовская. На ней я, собственно, приехала. Вот остановка. Там остановка у самого метро. Здесь у самого торгового центра ходят каждый час или каждые полчаса, в зависимости от времени. В общем-то, тем, у кого нет машины, действительно очень удобно добираться. В этом плане, конечно, это большой плюс. Ну, давайте погуляем по территории, посмотрим, что здесь есть. Самый крайний ряд садово-строителей. К моему большому сожалению, я приехала немножко рано. Растения пока почти не продают. Но буквально через пару недель садовый раздел начнет работать в полную силу. Как сказал продавец, вся площадка до самого въезда будет заставлена хвойными, розами, кустарниками и цветами. Так что я сюда еще наведаюсь, как потеплеет. Судя по фото на сайте, выбор растений тут будет просто шикарным. А ехать сюда, мне кажется, ближе, чем на садовод. За растениями небольшой склад под открытым небом, а также два ангара. Здесь живет все, что нужно для стройки. Сухие смеси, кирпич, пенобетон, гипсокартон, утеплители и прочие малопонятные девушки штуки. Есть все-все. И металл, и смеси, но, например, пиломатериалов мне показалось совсем немного. На сайте видела, что в продаже есть всяческий садовый инструмент, готовые мангалы, оборудование для фонтанов. В общем, много всевозможного дачного, но на глаза они мне не попались. Возможно, в связи с тем, что еще не сезон, что-то не работало. Как видите, внутрь рядов прямо можно заезжать. Многие так и делают. Кстати, очень удобно. Можно прямо подъехать к магазинчику, купить, что тебе нужно, и уехать. И не ходить пешком от стоянки к магазину. Хотя ходить полезно. Ряды с инструментом, электрооборудованием, котлами, дверями, лестницами и сантехникой я бессовестно проигнорировала. Немножко прошлась по мебельной фурнитории, а потом сразу пошла гулять по свету и краскам. Кстати, очень понравилось, что хотя и все отдельными магазинчиками, но четко разделено по тематике. Можно сразу пропустить то, что в данный момент неинтересно, и не выискивать по всей территории, например, тот же самый ламинат. Это здорово экономит время. Что касается меня, я просто обожаю всякие ремонтно-строительные магазины. Мне кажется, даже больше, чем рукодельные, потому что в них всегда можно найти массу всевозможных интересных штуковин для поделок, для каких-то интересных вариантов использования. Например, те же самые краски я предпочитаю покупать именно в строительных магазинах. Они получаются гораздо выгоднее, и при этом по качеству ничуть не хуже. То есть вы можете купить в рукодельном или в художественном магазине баночку акрила за 200, 300, 400 рублей, даже за 700 есть, если он итальянский. А можете за эти же деньги купить литр краски для стен на водной основе, которая ничуть не хуже будет. И для каких-то поделок достаточно масштабных, ну, например, для перекраски тех же коробок, ну, покупать акрил, маленькую баночку просто жалко. И просто действительно это дорого получится. Вы можете спокойно совершенно купить краску для стен, заколеровать ее в любой нужный цвет, и обойдется она вам примерно так же, как маленькая баночка акрила, или даже дешевле. Точно так же и клей. Я клей ПВА всегда советую брать именно строительный, потому что он лучше по качеству, он более густой, он лучше клеит. И стоит при этом литровая банка клей ПВА дешевле, чем маленький флакончик канцелярского клея. Вот и пошли напольные покрытия. Собственно, зачем я сюда приехала, посмотреть всякий разный пол. Пойдемте смотреть. Мы ищем ламинат с кромочкой, вот с такой он. Он более натурально смотрится, чем просто гладкий. Ой, смотрите, как будто ламинат сделан из срезов дерева. Интересный рисунок, нигде такого не видела. А вот смотрите, какая интересная штука. Не знаю, видно или нет. Это виниловая плитка под камень. Бетон, травертин. Очень теплый, мягкий на ощупь. Не знаю, насколько он стойкий к всяческим воздействиям. Кажется, это называется фаска. Здесь очень много таких видов ламината. Здесь уже более бюджетные варианты. Как раз то, что мне нужно. И тоже очень много вариантов как раз с фасочками. Я очень люблю гулять по строительным магазинам именно для вдохновения. Всегда можно найти какие-то интересные штуки, придумать им какое-то нецелевое использование. Те, кто меня давно смотрит, знают наверняка. Видели мой ролик, посвященный обустройству рукодельного уголка. Там, где я держатели для труб приспособила для хранения красок. Это очень яркий пример. На самом деле, я тогда ходила по строительному магазину, искала, чтобы такого купить. Уже совсем было решила купить просто пластиковую трубу, попилить ее на кусочки и в эти кусочки трубы запихивать мои тюбики. И тут я увидела, что трубы сцеплены держателями. И вспомнила, что такие точные держатели я видела в продаже. Пошла, купила, испытала, мне все подошло. И потом я уже приехала в магазин со своими всякими тюбиками. И подбирала уже нужный мне диаметр. Кстати, а вы любите гулять по строительным рынкам и строительным магазинам? Напишите мне в комментариях внизу под видео. Кстати, смотрите, достаточно высокие плинтуса. Последнее это время модно. И мне очень нравится высокий плинтус. Но их достаточно сложно найти. Я в свое время очень долго искала. Здесь, видите, всякие разные. Есть высота 10 сантиметров. Достаточно высокий. Очень классно смотрится даже при невысоких потолках. Я дошла до ряда с красками. Это всегда моя самая любимая часть строительного магазина. Давайте посмотрим, что здесь есть. Тайбонд. Отличный клей для дерева. Всегда только им пользуюсь. Хотя, конечно, он достаточно дорогой. Но очень хороший по качеству. А вот эта краска я, кстати, сейчас все время пользуюсь для покраски. Она на водной основе. И вот как раз о чем я говорила. Ее можно заколеровать в любой цвет и прекрасно ей красить вместо акрила любые ваши поделки. Вот такой вот банки вам хватит очень-очень надолго. Та самая грунтовка, которую я всегда-всегда вам советую. Это адгезионная грунтовка. После нее краска прилипает к чему угодно. Хоть ламинированная поверхность, хоть пластик, хоть дерево. Все что угодно. Кстати, тоже достаточно большая редкость. Например, в Миллеруа Мерлин. Никогда его не видела в продаже. А здесь он есть. Растолиум. Вот эти краски я всегда покупаю, если мне нужна краска в баллончике. Несколько раз пробовала что-то другое. Но, честно, хотя Растолиум подороже, в итоге он выходит выгоднее. Потому что баллончика на дольше хватает. И качество, конечно, не сравнить с какими-то недорогими вариантами. Растолиум мне нравится тем, что это сейчас у них одновременно, как видите, и краска, и праймер. То есть грунтовка. И когда вы покрываете этой краской что-то, вам не нужно предварительно грунтовать. Она будет хорошо держаться на любой поверхности. Плюс это, конечно, быстро. А развертальная краска это самый быстрый вариант покраски, и при этом аккуратный. ПВА. Тот самый строительный ПВА, который я всегда рекомендую. Очень хороший по качеству. А вот эти краски, они дорогие, но очень дают интересный эффект. Эффект камня. У меня самая светлая. Она фактурная, дает очень красивое покрытие. Действительно похожее на камень. Хотя, конечно, вариант не самый бюджетный. Видите, какая у них шикарная цветовая гамма, все оттенки. А вот это очень модная сейчас тема. Краска с эффектом грифельной доски. До сих пор ее ни разу не видела в продаже. Она дает очень красивое матовое покрытие. Прилипает на что угодно. То есть к ней не нужен грунт. Сейчас очень модно по ветре покрывать мебель этой краской. Все хочу попробовать. И очень красивые цвета, подходящие для стиля Прованс или Шебешик. Смотрите, белый, серый, розовый и темно-темно-серая. Красивая цветовая дама. Из ряда с красками я не ушла без улова. Я купила себе банк очень интересной морилки. Давно хотела ее попробовать. Видела в интернете, но ни разу не виделась в продаже. Вот здесь нашла. Действительно, выбор тут очень богатый. Это краска, которая... Ну, вернее, это не краска, это что-то вроде морилки для состаривания древесины. Она придает дереву очень красивый, такой серебристо-серый оттенок. Я очень давно хотела ее попробовать. Мне нравится серая древесина. Помните, я и свои комоды для рукаводельного уголка в такой сероватый цвет красила. Но на тот момент не могла найти в продаже эту краску. Вот сейчас нашла, купила. Буду пробовать на чем-нибудь. Посмотрим, что получится. Тоже обязательно расскажу. Потому что краска, конечно, не бюджетная. Но аналогов я среди наших красок не встречала. Поэтому мне очень хотелось все-таки попробовать. Ну, мы с вами закончили гулять по рядам. И сейчас пойдем в центральную часть. Вот она. Она четырехэтажная. Я уже вижу, что там достаточно много света. Тоже хочу погулять. Очень люблю разглядывать возможные красивые светильники. Пойдемте смотреть, что там есть. Центральный комплекс частично дублирует наполнение уличных рядов. Здесь очень много света, напольных покрытий, сантехники. Есть немного декора и мебели. Здесь я тоже зависла надолго. Самый верхний, четвертый этаж, занят фудкортом. Туда я не ходила. Но если проголодаетесь в процессе поисков, перекусить есть где-то. Третий этаж совсем небольшой. Здесь есть немного ковров и мебели. Я начала со второго этажа царства света. По светильникам я могу гулять часами. Мне показалось, что выбор именно интересных светильников в центральном здании гораздо больше. В уличных рядах все-таки свет попроще, но там больше технических штучек. Провода, розетки, электрика, светодиодные ленты. А в центральной части в основном именно декоративный свет. А это рай для любителей декора. Сколько себя помню, всегда мечтала иметь кресло на гнутых ножках и с ушами. А вот такой ананас вполне, мне кажется, можно воспроизвести из горшков фикс прайса. Мне об этом писала одна из моих зрительниц. Смотрится, правда, очень стильно. Взлетом попробую что-нибудь такое сделать. Вот. А вот такую каретную стяжку я скоро буду делать на канале. Покажу вам, как делается. Делается, на самом деле, совершенно не сложно. Но смотрится очень здорово. А это, наверное, аксессуарь для настоящих новых русских. Вот это, если я не ошибаюсь, вольная инспирация ламп Тома Диксона. А вот нечто такое мне очень хочется сделать для сада. взять садовую гирлянду и какие-то стеклянные шары, я еще не придумала, какие, собрать нечто подобное, работающее от солнечной батарейки. А эта лампа почти такая же, как висит у меня дома. Вот эти пузырьки дают очень красивые вот цветы на стены, если его качнуть. Смотрите, какие лампочки. Никогда таких не видела. Просто готовые елочные игрушки. Помимо света, здесь много сантехники. По ней я особенно не ходила. Усилием воли я ушла с этажа со светом и вернулась к основной цели своего путешествия – ламинату. Но тут меня ждало новое искушение. Это мозаика. Смотрите, какая красивая. Это или натуральный камень, или керамика очень похожа на натуральный камень. Мне кажется, очень красиво будет облицевать. Такой мозаикой какую-нибудь столешницу. А это металл. Настоящие железные квадратики. Очень красивая плиточка. Называется Patchwork. А вот этот стенд мне заверните, пожалуйста, здесь сразу. Я в свое время очень долго и мучительно искала такие вот маленькие зеркальные квадратики. Сейчас уже не помню зачем. Что-то у меня такое было, что хотелось сделать. Здесь, видите, всех размеров есть. Это очень красивое стекло. На камеру, опять же, не видно, но зеркало бронзовое. Да, я неровно дышу к мозаике. Я, наверное, думаю, вы поняли уже. У меня дома нигде нет мозаики. Мне кажется, ее достаточно сложно, может быть, вписать в интерьер. Далеко не везде она хорошо смотрится, но сама по себе она мне очень нравится. Здесь начинается, опять же, ламинат. То есть, помимо того ряда, который я обошла на улице, еще и в основном центре тоже есть паркет, ламинат. Выбор, конечно, впечатляет. А вот такого эффекта вполне можно добиться на досках при помощи шлифмашинки за гораздо меньшие деньги. Да, это мне не обойти, мне кажется, никогда. Как всего много. А вот на это я уже очень давно смотрю, но никак не могу решиться, стоит ли это купить. Это ДПК, древесно-полимерный композит, террасная доска. Должна быть очень удобная штука, на самом деле, для улицы, потому что она, ну, по сути, это не стоит. Не совсем дерево, оно не требует покраски, оно не выгорает, не шелушится. Меня смущают только вот эти торцы, которые придется прятать. Ну, и, конечно, достаточно дорого получается. Хотя, если учесть расходы на покраску и долговечность, вполне возможно, что оно стоит того. Напишите, кстати, если кто-то пользовался такой террасной доской, если у кого-то оно лежит на даче, где-нибудь на патио, на веранде, и как себя такая доска ведет в эксплуатации, насколько оно вообще оправданно. Смотрите, какая красота. Я не знаю, зачем это, но смотрится божественно. Смотрите, только какая фактура. Непременно что-нибудь подобное сделаю. Мне кажется, будет очень красиво смотреться. Панно на стене из таких вот спилов. Очень классная идея. Смотрите, а здесь есть плинтуса даже выше, чем то, что я вам показывала до этого. Мне кажется, это сантиметров 20, как минимум. Если кто-то ищет очень высокий плинтус, то знайте, здесь он есть. А, кстати, вам нравится высокий плинтус? Я знаю, что не все воспринимают это. Например, мои родители совершенно не понимают его. Не понимают, зачем я за ним в свое время гонялась. Они считают, что вот такой плинтус в цвет пола, невысокий, вполне себе нормально смотрится. А мне он не нравится. Вот такой белый, мне кажется, потрясающе стильно смотрится. С любыми стенами, с любым цветом, с любым полом. Ну, здесь и обычных плинтусов, смотрите, целый ряд. Это только один магазин. Их тут сотни. Пока я гуляла на улице, успела практически стемнеть. Сейчас я дождусь маршрутку и поеду обратно домой. В целом, подводя итоги, хочу сказать, что, я думаю, стоит ехать в этот центр, если вы ищете какие-то интересные светильники, напольные покрытия, плитку. Здесь огромный выбор, реально, гораздо больше, чем в каких-то более известных, скажем так, строительных супермаркетах. С другой стороны, если вам нужны какие-то пиломатериалы, тау, возможно, здесь не такой большой выбор, как, например, на традиционном строительном рынке. Мне кажется, возможно, мне показалось, я не очень хорошо разбираюсь именно в пиломатериалах, но мне показалось, что их совсем немножко. Здесь очень хороший садовый центр, как мне обещали. Я обязательно сюда приеду посмотреть еще раз на него. Буквально через пару недель привезут розы, привезут много всего. И мне сказали, что вся площадка перед торговым центром будет заставлена цветами. Проверим, так ли это. Здесь огромное количество покрытий для стен, для внешних. Вот, кстати, сейчас мимо них иду, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Очень-очень много всякого вида кирпича, искусственного, камней, всего-всего такого. Так что, в целом, могу действительно рекомендовать этот центр к посещению. Здесь можно потеряться и гулять часами, если вы выбираете, например, напольное покрытие, как я, или плитку. Честно говоря, аналогов подобных торговых центров я у нас даже не знаю. Так что, если вы ищете что-нибудь подобное, приезжайте сюда. Я думаю, вы найдете то, что вам понравится. Ну, а я, наверное, буду заканчивать. Я уже подошла к остановке. Буду ждать мою маршрутку. Она должна подъехать буквально минут через 10. Так что, буду с вами на сегодня прощаться. Надеюсь, вам понравилось. На сегодня все. Всех целую. Всем пока.